Приветствую вас, мне бы не хотелось гадать, но поскольку мой коллега уже высказался по данному вопросу, высказался достаточно однозначно, я имею ввиду Кудряшова и Игоря Леонидовича, то я просто немножечко предположил другое. Я предположил, что ситуация, в которой вы оказались сейчас, вам чем-то выгодна. Я предположил, что ситуация, в которой вы сейчас оказались, в этой ситуации вам хочется быть. Я предположил, это именно так. На мой взгляд, на мой взгляд, вам было достаточно неприятно, может быть. Может быть, тяжело заниматься тем, чем вы занимались, несмотря на то, что хотели этого. Вот такая у меня теория. То есть вы занимались бизнесом, но вам это было достаточно трудно. По какой-то причине. Вот. И так случилось, что вы превратились в домохозяйку, потому что бизнес леди, на мой взгляд, бизнес-вумен, точнее не бизнес-леди, бизнес-вумен, на мой взгляд, а домохозяйку превратиться в домохозяйку превратиться, ну, не монет никак, потому что, ну, просто потому что, если это, как бы, призвание человека, да, то никаким образом это, на мой взгляд, невозможно. Вот. Ага. Понимаете, да, в чём идёт речь? Вот. Поэтому мне видится история именно такая, и рассматривать её я бы начал именно вот с этого аспекта, аспекта того, как вы превратились в домохозяйку, с аспекта того, что для вас значил бизнес. Например, да, вот, насколько много вы потеряли, когда бизнес у вас ушёл. Вот. Совершенно очевидно, что вы восприняли это как некую травму, психологическую травму в том числе, вот, вследствие чего вам, в общем-то, тяжело и негативно это всё воспринимается, вследствие чего потеряет смысл жизни. Вот. То есть через, через раскрытие значения бизнеса можно раскрыть проблему, которая с вами сейчас происходит. Потому что бизнес может быть как одним из направлений развития, а может быть как единственным способом направления развития, как средством, средством доказать что-то. знаете, какая штука. Ну вот. Это, конечно, важный момент. Что касается развития, то так же, как и Кудрячёва Игоря Леонидовича меняет настроение, почему вы считаете, что вам именно нужно развиваться. То есть это момент такой достаточно любопытный. Вы говорите, что вам именно, мне именно нужно развиваться. Ну, что значит нужно? И как вы понимаете развитие? Что касается советов, то психологи советов не дают. Психологи дают рекомендации. Вот. И рекомендации мы можем вам дать адекватно и лишь после того, как разберём ваши истории. А именно, значение для вас бизнеса, развитие и, соответственно, разберём историю, как вы своего бизнеса лечились. Вот. И что вы стали о себе думать? То есть, когда вы говорите, что я никак не могу прийти в себя, да, вот эта вот история, постоянная депрессия. Что значит депрессия? То есть у вас есть диагноз, что у вас депрессия. Если у вас диагноза нет, то это не депрессия. Если у вас диагноз есть, то вам нужно лечение, в том числе безмедикаментозное и медикаментозное. То есть это как бы нужно серьёзно подходить к этому вопросу и понимать, насколько серьёзно ваше состояние. Ну вот. А, к примеру, психиатр вам помимо вот лекарства, да, вы пишете, а депресс, то есть, это мало, это не лечение. Вам должны были назначены не только препарат, но и психотерапию. Препарат как бы облегчает, как правило, как правило, препарат облегчает психотерапию. Вот. И для этого нужно ей заниматься. Это на регулярной основе нужно. На регулярной основе вам нужно заниматься психотерапией. А не так, что вы вот пришли, ходили к психиатру, бестолку, а чего вы ждали. Сейчас вы спрашиваете, опять же, совет. Вы спрашиваете, как справиться с этим, понимаете, какая штука. Справиться. То есть подавить. Не раскрыть, да, не понять, не исследовать себя, а подавить вы хотите. На самом деле, из этого ничего хорошего не выйдет. На мой взгляд, никак. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.